Как президент Зеленский хочет возвращать украинцев из-за границы? И как Россия терроризирует Европу? Подробности об этом не только прямо сейчас в выпуске в студии Татьяна Резвин. Возвращайся и оставайся. В Украине запустили новую программу для желающих вернуться на родину. Анонсировал ее сам президент Владимир Зеленский. В своем видеообращении он заявил, что государство готово поддержать выгодными кредитами на развитие собственного бизнеса тех украинцев, которые решатся вернуться домой и даже тех, кто только собирается искать лучшие жизни за рубежом. Ставки следующие. 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст как минимум два новых рабочих места. 7% для нового бизнеса или уже существующего с выручкой до 25 миллионов гривен, который не создает новые рабочие места, но за каждого нового сотрудника будет иметь скидку на ставку в полпроцента. И 9% для тех, кто уже работает и имеет выручку от 25 до 50 миллионов и хочет расширить свое дело. Расследование дел Майдана продолжится. Верховная Рада Украины проголосовала за закон о Государственном бюро расследований. Без него процесс расследования был практически парализован. А теперь с новой поправкой к закону все следователи Генпрокуратуры, занимавшиеся делами Майдана, смогут перейти в Госбюро расследований без конкурса. Подробнее расскажет Ольга Михалюк. Главной интригой законопроекта о Государственном бюро расследований была поправка, согласно которой следователи и прокуроры по делам Майдана смогли бы перейти из Генпрокуратуры в Госбюро без конкурса. Именно отсутствие этого пункта блокировало расследование. Адвокат родственников Небесной сотни Евгения Закревская даже объявила голодовку 13 дней назад. Сегодня сессионный зал эту поправку поддержал. Для обеспечения бесперебойности и эффективности досудебных расследований прокуроры могут быть переведены. Если они проводили досудебное расследование или осуществляли процессуальное руководство, не менее четырех месяцев подряд входили в группу следователей или прокуроров, в уголовных производствах по событиям, произошедшим с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года, они подлежат передаче и подследственности ГБР. Депутаты приняли закон о Государственном бюро расследований во втором чтении, приравняли его к Национальному антикоррупционному бюро Украины, сделав независимым государственным правоохранительным органом, а не подчиненным к обмину. Согласно закону, директор Госбюро расследований назначается президентом по представлению конкурсной комиссии. Ее оставили в составе девяти человек. Действующего директора ГБР Романа Трубу и двух его заместителей уволят с момента вступления закона в силу. В течение 60 дней должен пройти конкурс по избранию нового руководителя Госбюро расследований. Он, в свою очередь, назначает своих заместителей по результатам конкурса внутри бюро. Есть один большой риск. Конкурсная комиссия все равно будет формироваться из представителей монобольшинства. Там будет шесть представителей от монобольшинства. Три от президента и три от парламента и три от международных организаций. Мы приложим максимальное усилие, чтобы конкурс проходил прозрачно. И будем требовать, чтобы из тех трех представителей парламента хотя бы один был не от монобольшинства. Законом усиливается парламентский контроль за деятельностью Государственного бюро расследований. Верховная Рада раз в год будет получать отчет директора ГБР о результатах деятельности бюро за год. По итогам обсуждения депутаты признают работу директора ГБР удовлетворительной или нет. А это основание для его увольнения президентом. Закон вступает в силу с момента его подписания главой государства. Ольга Михалюк, Игорь Каркадым, Евгений Савицкий, UATV. Россия терроризирует Европу, а она бездействует, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на саммите НАТО в Лондоне. Украина защищает восточный фланг от России как может. За время войны на Донбассе погибло 14 тысяч человек, подчеркнул Пристайко. На саммите работает наша корреспондентка Наталья Чикатун. Наташа, о чем мы еще говорили сегодня на саммите в Лондоне, важном для Украины и не только? Ну, начну пока с речи Вадима Пристайко. Он, собственно, сказал, что Россия терроризирует весь мир. И, по его словам, она преследует политические цели, политическую выгоду. И это терроризм на наивысшем государственном уровне. Кроме того, Пристайко говорит, что Украина боится выпасть из поля зрения НАТО, поскольку сейчас фокус НАТО смещен на обеспечение безопасности на юге Европы. И все чаще звучат заявления о том, что нужно вести диалог с Россией. Посмотрите на нас, на Украину. Мы тоже пытаемся. Наш новый президент пытается говорить с Путиным, решить, как выйти из этой ситуации и окончить войну. Мы все искренне пытаемся. Но, к сожалению, мы придем к одному решению – укрепить альянс. И в то же время поймем, что Россия не с нами. Из-за агрессии в Украине странам-членам НАТО пришлось нарастить бюджет. В оборонной сфере, говорит Йенс Толтенберг, генсекретарь альянса. По его словам, за последние пять лет бюджет на оборону составил более 30 миллиардов долларов. Увеличился до 130 миллиардов долларов. И до 2024 года он должен достигнуть 400. В НАТО говорят, что это поможет вести диалог с Россией с позицией силы. Я искренне верю в двухсторонний подход, потому что я считаю, что нет противоречий между защитой территории и диалогом. Вообще, я верю, что поскольку мы сильны и едины, мы можем вести диалог с Россией. Тем не менее, в альянсе не называют Россию врагом, но говорят, что могут пресечь любые попытки Москвы провернуть крымский сценарий в любой из стран альянса. Тебе слово, Тань. Спасибо, коллега Наталья Чикатун, корреспондентка UATV. Саммит НАТО проходит в Лондоне. Там со своей речью уже выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Украина не вмешивалась в американские президентские выборы в 2016-м. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал CNN. Там назвали обвинения против Украины безосновательными и заявили, американская разведка никогда не писала отчет о вмешательстве Украины в американские выборы в 2016-м году со стороны Украины. И хотя сенаторы-республиканцы продолжают утверждать обратное, подтверждения этому нет, заявили в CNN. Он спортсмен, журналист, активист и телеведущий. Инвалидная коляска не мешает Дмитрию Щебетюку вести активный образ жизни. Он создал инициативу «Доступно.юэй» и занялся внедрением инклюзивности в Украине. Международный день людей с инвалидностью. Любовь задорожная побывала в гостях у активиста. Квартира Дмитрия Щебетюка для потребностей человека на инвалидной коляске не приспособлена. Говорит, когда делал ремонт, еще не знал всех нюансов. Приходится действовать от обратного, самому адаптироваться к условиям. За ручку захватил, перекрутил и у меня уже есть чашка. Одно из хобби Дмитрия – музыка. Шутит самый адаптированный инструмент – гитара. К ней приспосабливаться не нужно. А вот для того, чтобы изучить клавишное, пришлось искать особую подставку. Обычно подставки такие, накрест стоят для пианино. Я искал, выбирал специально, чтобы можно было на коляске заехать под нее. Поэтому заехал и уже вот так можно. Поэтому заехал и уже тут можно. Вместе с товарищем Дмитрий устроил Евротур автоступом. За 30 дней объехали 10 стран. Говорит, там инклюзивность не проблема. Правильные понижения, звуковые сигналы, тактильная плитка. Даже в крохотных городах с тысячей населения все это есть. Подобный уровень комфорта для людей, независимо от их физических потребностей, Дмитрий помогает внедрить в Украине. Вместе с единомышленниками инспектирует города на предмет инклюзивности. Для перехода важен угол понижения, для съезда с тротуара на дорогу. Тактильная плитка, сигнал светофоров для незрячих. Для зданий ширина прохода, угол наклона пандуса, поручни. Учитываем также двери, автоматически или нет. Пока в составленном рейтинге победила Винница, оказавшись адаптированной на 23%. Результат далек от идеала. Но, говорит Дмитрий, с каждым годом Украина становится ближе к статусу инклюзивной страны. В Киеве наконец дошло до того, что наземные переходы в центре – это нормально. Общественный транспорт, закупаемый городом, теперь всегда низкопольный. Украинец в этом году наконец сделала билеты онлайн для людей с инвалидностью. Теперь идет борьба за то, чтобы люди в инвалидных колясках могли заказать спецвагон без выезда из дома. Все чаще к опыту доступной UA обращаются чиновники и бизнесмены при планировке своих сервисов. Вскоре Дмитрий с товарищами представит мобильное приложение «Интерактивную карту доступности украинских общественных мест». Любовь Задорожная, Александр Бугай, UATV 600 пар обуви на главной площади Тернополя. Такую инсталляцию волонтеры и жители города создали в память о женщинах, которые ежегодно погибают от домашнего насилия. Организаторы акции также сняли социальный ролик, в котором призывают не оставаться в стороне свидетелей агрессии. Его показывали на мониторах города и в социальных сетях. А для жертв домашних тиранов на акции собрали информацию о том, куда можно обратиться за помощью. После завершения акции собранную обувь отвезли в социальный магазин, где ее смогут бесплатно взять все нуждающиеся. «Если в Европе и в других странах об этом уже давно говорят, и женщина не боится позвонить в полицию, обратиться в какие-то социальные службы, то в Украине, особенно в селах дальних, очень ощутимая разница. Женщина терпит побои и думает, что выхода нет». Недавно в наш центр обратилась женщина, которая страдает от домашнего насилия, благодаря ролику, который мы показывали по всем каналам. Она не знала, что делать, и мы ее поддержали. 433 проектов в сфере искусства профинансировал Украинский культурный фонд за 2019 год. О своей деятельности эта государственная организация рассказала в рамках отчетного проекта. Что создали при ее поддержке и что еще планируют, расскажет Юлия Крючкова. На месяц Киевский центр современного искусства М17 превратился в место для демонстрации лучших арт- и медиапроектов, победивших в конкурсах Украинского культурного фонда в 2019 году. Одной из важнейших программ называют «Инклюзивное искусство». Это живопись для слабовидящих, картины, созданной детьми с инвалидностью, реквизит инклюзивного театра. За год фонд профинансировал 39 проектов в этой категории. Впрочем, есть и другие направления. Это программа «Украинский культурный монитор». Это программа «Украинский культурный монитор», направленная на поддержку исследований. Программа «Создаем инновационный культурный продукт». Самая насыщенная программа по поддержке аудиовизуального сектора теле- и кинопродукта. А еще мы помогали проводить знаковые события. Одесский кинофестиваль, Львовский книжный форум. Всего 56 мероприятий. Фонд не только помогает развивать культуру внутри страны, но и занимается популяризацией Украины в мире. К примеру, при его поддержке стенд украинских издателей был представлен на франкфуртской книжной ярмарке. А победители конкурсов показывают свое мастерство за рубежом. Только благодаря тому, что появились государственные институты финансирования культуры, украинцы теперь могут на равных соревноваться с культурными проектами из разных стран. Ведь все знают, что фонды не будут поддерживать плохие работы. Следующим шагом должно стать комплексное продвижение культуры, объединяющий фактор, а не точечная работа с книгой, театром, кино. Фонд был основан в 2017-м. За два года полноценной работы он помог культурным проектам суммой в 26 с лишним миллионов долларов. Последний год эта помощь увеличилась втрое. Юлия Крючкова, Сергей Савчук, UATV. Киев начало 20-го века в формате интерактивной карты. Команда историков показывает повседневную жизнь горожан, какой та была столетия назад. На карте 1916 года обозначены учебные заведения, библиотеки, больницы, продуктовые и алкогольные лавки и даже отмечены преступления того периода. Больше о проекте расскажет Анна Романовская. Крещатик-20. В наши дни по этому адресу в центре столицы главпочтамб. А в дореволюционном Киеве было два магазина – алкогольный и Бакалея, которые в 1916 году ограбили. Узнать все это можно просто кликнув здание на карте «Киев интерактивный». Эту информацию и в целом карту могут использовать историки и студенты. Но и в принципе она пригодится всем, кто интересуется своим городом и историей. Эта карта – попытка визуализировать огромный массив информации и сделать его понятным для всех. Здесь можно найти и кому принадлежали здания, и какой транспорт был доступен, и где кипела культурная жизнь города. Один из самых больших плюсов и, напевно, гордость. Один из самых больших плюсов и, можно даже сказать, гордость нашего проекта – это топографический план Киева 1925 года, который нам таки удалось добыть. Наложив этот план на современную карту Киева, можно увидеть, как поменялась разметка улиц и как сильно отличается тот город от современного. В 1916-м вышел последний дореволюционный справочник Киева. Именно из него взяли большую часть данных для интерактивной карты. Собственно, в этом справочнике Киев изображен таким, каким он был до революции. Последующие события его основательно изменили. А предыдущие годы были очень яркими, бурными. Поэтому 1916-й год больше всего подошел для нашего проекта. В будущем он будет расширяться до 20-30-х годов. Мы будем заходить уже в советский период. В идеале мы хотели бы растянуть проект на весь 20-й век, а может и пойти немного назад, в 19-й. А еще планируют добавить английскую и польскую версии и создать мобильное приложение. Анна Романовская, Андрей Толеренко, UATV. Об этом и других событиях читайте на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала UATV.UA. Пока это вся информация, но менее чем через два часа. Приглашаем вас подводить итоги дня вместе с редакцией новостей на русском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова